Наш проект «Поймай вонючку» превращается в настоящий экшен. На этот раз в поисках тех, кто отравляет воздух, Полина Кольт пробралась на заброшенные предприятия, где в кустарных условиях, казалось, плавит свинец. От увиденного даже наша съемочная группа немного оторопела. Нас всех достало серое небо над Красноярском. Про вред от крупных предприятий знают все, а за мелкими котельными и чадящими асфальтовыми заводами не следит никто, а их больше двух тысяч. Если добавить древние машины и дымящие маршрутки, то получается полная картина. Кто-то должен их контролировать. Мы объявляем охоту на вонючек, которые вносят огромный вклад в серое небо. Новости Прима вручают 3000 рублей охотникам на мелких вонючек и пишут заявления на нарушителей. Это завод Кииск. Бывший. И вот какая-то труба там коптит. Видео наш телезритель снял, проезжая мимо бывшего комбината индустриальных строительных конструкций. Это находится недалеко от микрорайона Солнечный. Здравствуйте. А не подскажете, что это за предприятие здесь? Киск. Киск? Так он же вроде закрылся. Ну да. А там что дымит? Там свинец, по-моему, плавит. Сторож спокойно пускает нас на территорию. Тут лишь заброшенные промышленные здания с выбитыми окнами. Из одного из них торчит дымящая труба. Ни охраны, ни ограждения, ни вывески. Рабочие, увидев нас, попрятались. Есть хоть какой-то начальник тут, не знаю. Да проходите, выходите, выходите. Выключите. Кого выключите? Кого? Камеру выключите, я вижу. А что за организация-то? Вы подскажите. Что вы тут делаете? Да, Стройинвест. Стройинвест. А что вы тут делаете? Ну, я печник, печник. А сама организация чем занимается? Ну, ужасно. Сиренец плавит. Осколки пластика, аккумуляторов валяются везде. Баллоны с газом, металлические детали. В самом здании жуткий дым и запах. От них слезятся глаза. Я не знаю, что здесь за организация и насколько она легальна. Но, судя по тому, что сварка у них находится на палетах деревянных погрузочных, по-моему, о слове техникобезопасности тут как бы и не слышали. Стоило нам отойти от здания, как рабочие загнали технику и заперев все на замок, стали убегать по сугробам в поле. А начальство-то будет? Вы-то куда, мужики? Ну, они вас остаются сильно красиво. Что это за предприятие? Есть ли у него разрешение на работу и выбросы в атмосферу? С этим пускай разбираются надзорные органы, куда мы обратились. Автор видео Никита сегодня забрал положенное ему вознаграждение 3000 рублей. Что они творят? Уже не первый раз мы его ездили, замечали не раз. Ну и засняли, остановились, отправили, все получилось. На работе обязательно уже рассказал, уже один загорелся, будет ловить одних там хитрых людей. Вы тоже получите 3000 рублей, если поможете нам поймать вонючку. Ждем ваших видео. Полина Кольт, Дмитрий Кочетков, Павел Гейнс. Новости Прима.